Подруги, привет и добро пожаловать на мой канал! Пришло время делать тесты на беременность! Ура! Сегодня долгожданный наш выпуск, мы снова с вами проверяем, получилось ли забеременеть в этом цикле. Как и в прошлый раз, мы с вами будем делать тесты целую неделю, хотя я на самом деле надеюсь, что в этот раз мы сможем эти тесты делать немного-немного меньше, ну там деньков в пять, и увидим наш позитивный результат. Держу очень кулаки и надеюсь, что действительно в этот раз все получится. Ну а если получится, то, конечно же, мы увидим с вами прогрессию или градацию второй полоски на тестах на беременность. Некоторые из них, может быть, снова разберем и посмотрим, что внутри. И еще, если результат будет позитивный, то я обязательно сниму для вас еще один видеоролик на тему того, какие симптомы меня сопровождали эти две недели ожидания, и, конечно же, что мы в этот раз делали по-другому, и что отличалось от предыдущих циклов. Такие моменты тоже есть. Ну и, конечно же, перед тем, как начать наши тесты, я должна поговорить с нашими супер-адскими комментаторшами. Значит, адские комментаторши, которые ахают и охают. Сегодня много времени вам уделять не буду, но, тем не менее, кое-что сказать вам должна. Во-первых, объявляю подругам конкурс, как вас назвать. Вот надо придумать такой какой-нибудь, знаете, один образ вот этой адской комментаторши, и чтобы вот я могла к вам обращаться по имени, ну, скажем, может быть, даже и отчеству. Вот внешне я же даже представляю, вот сидит такая, губки у нее вот такие, ноздри растопыренные, она сильно недовольна, и заходит она в Ютуб, и начинает рыскать и искать, чем бы быть сильно недовольной, и кому что написать по этому поводу. Так вот, адские комментаторши, перед тем, как вы начнете тут ахать, охать, опять мне рассказывать, ну, зачем это все надо, как же вот все это вот личное вот пропиську-то можно рассказывать, давайте договоримся так, чтобы ваши и так шаткие нервишки не шалели, и чтобы ваше вот это вот, понимаете, восприятие выпускницы Института благородных девиц не взрывалось, вам нужно усвоить инструкцию по пользованию Ютуб. Значит, смотрите, когда вы такие ходите, у нас есть свободная минутка, а точнее свободных три часа, и нам надоело смотреть на кошечек-собачек, и давайте порыскаем, что бы найти на Ютубе. Когда вы заходите на Ютуб, используйте поисковик, и в поисковике пишите, что вас интересует, вот темы, например, какие же выбрать, пишите там, ну, я не знаю, тоска, завистливая женщина, что еще, жизнь, боль, но ни в коем случае не пишите ничего личного, не пишите ничего сокровенного, и ничего, ни в коем случае не пишите, что связано с женской писькой, вот серьезно, потому что как только вы напишите что-то, связанное с женской писькой, на вашем экране появятся ужасающие видеоролики, где бабы делают тесты на беременность, где они делают тесты на овуляцию, где разговаривают про менструацию, и произносят все эти слова, у вас же ушки начнут кровоточить, понимаете? И чтобы этого не произошло, используйте поисковик. Но, раз вы зашли на этот видеоролик, вы уже ошиблись в своем выборе, и Ютуб, видя этот выбор, он начнет вам рекомендовать именно такие видеоролики. И для того, чтобы ваши бедные, прекрасные, чистые глазки не начали кровоточить, так же, как кровоточат ваши уши сейчас, от произношения слов менструация, я посоветую вам вот что. Как только на своем экране вы видите видеоролик на тему овуляция, например, вы тут же прикрываете хотя бы один глаз, ну то есть один из них уж точно уцелеет, и быстро начинаете бить по кнопкам, чтобы убрать это с вашего экрана. Если не помогает, берем чеснок, берем крест, берем воду и заливаем ваш компутер. И я вам гарантирую, он больше никогда вам не покажет всю эту требедень. И на этом, мацкая комментаторша, я с тобой прощаюсь. На сегодня для тебя все. А для подруг, которые хотят посмотреть мои тесты на беременность, пошли делать тесты на беременность. Подружки, доброе утро. Мы уже встали, да? Мама раньше, конечно, встала, потому что мама есть дело. Так, ты пока завтракай. Скажи привет, подружки. Привет. Попить? Давай нам попить. Ладно, ты ешь, а мы пошли делать тесты. Так, сегодня у нас первый день тестов, и неделя до предполагаемой даты следующих месячных. Значит, мы будем делать, как обычно, Клэрбл, потом делаем Фаво, экспресс-тест на беременность и Фрау-тест. Сразу перед тестами пишу 7 дней. 7? Я не думаю, что это буду оставлять, но ладно, на всякий случай. Первый голубенький это у нас экспресс-тест, а темно-синий это Фрау-тест. Дабы не мыли тебе глаза, я тесты перевернула наоборот. Через 5 минут вернусь. Ну что ж, смотрим результат. Первый тест. Будем смотреть маленький. Нет. Сильно нет. Так, второй. Ну, тоже нет. Здесь какой-то развод есть, но мне кажется, это какая-то неполадка своим тестом. Это явно не полоска, это просто развод, который полетел вообще никуда. Ладно, давайте посерьезнее истории смотреть. Так, ну, тут вообще ничего. Не люблю эти тесты, на самом деле, потому что окошко здесь, оно такое глубокое, что даже если ты хочешь посмотреть, на свет ничего не видно. Но в целом я понимаю, что нет. И Клэр Блум, давай показывайся. Как-то странно сегодня тесты показываются с какими-то разводами непонятными. Но в любом случае, по мне, так это все негативный результат. Будем ожидать завтра и делать новые тесты. Подружки, доброе утро. Я сегодня очень тихо, поскольку в нашей спальне Арс занимается сейчас работой, и мне нужно очень тихо-тихо все сделать. Понятное дело, что планируем мы все вместе, но в нашей предновогодней суете он как-то вообще не следит за тем, когда нужно делать тесты. Поэтому я пытаюсь все тихенько. Значит, сегодня мы сделаем Клэр Блум, Мама Тест, Фаво, Фрау Тест и еще вот этот Экспресс. Так, только на Клэр Блум напишем 6, и на Фаво тоже напишем 6. Этот уже не буду сохранять, потому что у меня их не так много. Так, подружки, привет! Раннее утро. Выгляжу ее, конечно, прекрасно, но как еще я должна выглядеть просто после того, как проснулась. Так, почему хотела вам немного рассказать. Тесты, кстати, делаются, я их перевернула наоборот, чтобы на них не смотреть. Где мой фло? Значит, сегодня у нас с вами получается 10-й день после овуляции. Это получается у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 дней до предполагаемой даты следующих месячных. Но, если помните, здесь мой календарь, он давал мне серую зону. Здесь 2 дня. Цикл 34 дня. Но я сейчас проследила все свои предыдущие циклы, где я отслеживала свою овуляцию, и я заметила, что неважно, длинный ли у меня цикл, короткий ли у меня цикл, лютиновая фаза, она всегда 14, максимум 15 дней. То есть она не меняется никогда. Даже когда у меня цикл, вот прям длинный, он просто получается сильно длинный за счет того, что поздняя овуляция, но она, например, не в стандартный, там средний 14-15 день, а, например, как вот в этот раз, в 18-й день, тогда цикл получится прям очень длинным. Просто потому, что лютиновая фаза, она сдвинет все вперед, и все. Вот. И в силу того, что она не меняется, то, по моим подсчетам, на самом-то деле, мы с вами немного ближе. У нас с вами сегодня, на самом деле, не 6 дней до месячных, но 4-5. И вторая причина, почему я делаю, сегодня так много тестов и вообще появилось в кадре, на всякий случай, в том, что, когда я забеременела Ремом, я делала цифровой тест Клерблу на 10-й день после овуляции. И сегодня, как раз-таки, 10-й день после овуляции. Тот цикл, конечно же, я не могу рассчитать, там, сколько дней до месячных, потому что месячные не наступили. Короче, поэтому там единственный вариант считать, сколько дней после овуляции. И там 10 дней после овуляции. Сегодня ровно 10. Так, по времени. У нас еще с вами 2 минутки. Надо подождать. Так, ну что, тесты мои перевернуты. Время настало смотреть результат. Я тут включила детские песни, чтобы Арт вообще ничего там не слышал. Ведь они так тихо, что ладно. Так, с какого начнем? Давайте с маленьких, с чиповых начнем. Так, первый у нас экспресс-тест. Вообще ничего. Окей, ладно, давайте второй смотреть. Сейчас я фонарик освечу. Здесь тоже прям ноль-ноль-ноль. Ну, то есть совсем не видно никакой полосочки. Так, давайте следующий этот сначала вам покажу. Есть чё? Тут вообще ничего. Окей, ладно. Этот ничего. Этот фаво. Так, смотрите. Я не смотрю, не смотрю, не смотрю. Сейчас вам показываю. Это этот, господи, мама-тест. Вообще ничего. Вообще ничего. Ладно. И последний. Вообще ничего. Тут, знаете, за корпусом какие-то полосочки есть, и поэтому создается, мне кажется, такая иллюзия, что они проходят прям по всему тесту. Но, скорее всего, наверное, нет. Ну, окей, ладно. Всё, ждём завтра. Подруги, доброе утро. Сегодня пять дней домесячных. Пишем пять и погнали делать тест. Готово. Давайте смотреть, что у нас тут. Переворачиваем первый. Так. Супер негативно. Второй. Это орёт мой ребёнок. Супер негативно. Так, чем тебе помочь, котёнок? Так, третий. Супер негативно. Ну, сколько же можно, блин? Ладно, клерву, давай. Ну, капец, как негативно. Ну, что за фигня? вот реально вообще бесите. Тесты. Сегодня мимо. Найдём к завтрашнему дня. Подружки, доброе утро. Скажи нам, друзья, привет. Еее. У нас тут распаковка подарков. У нас тут человек уже с самого утра поёт. Держи. Держи своего зайца. Так, сегодня у нас, как обычно, клерву. Пишу здесь у нас, получается, четыре. Эти. Так, четыре. Ну, куда твоя машина уехала? Ну, в общем, тут такое. Со звуками. Так, четыре. Пока мелкий тут шумит, я пошла делать тесты и вернусь к вам с результатом. Так, ну что, пять минут прошло. Перед тем, как перевернуть тесты, должна сказать, что есть у меня смутное ощущение, что и в этот раз мы до предметного обсуждения там симптомов и прочего не найдём, потому что вчера вечером какие-то уж очень похожие на предменструальные боли, блин, у меня начались. Как-то рановато, но спина болит, низ болит и всё болит. В общем, давайте смотреть. Нет. Давай фонарём хоть посвечу ради приличия хотя бы, ради галочки. Давай. Фонариком. Так, баба, не знала, там фокусируется ли не было? Мне надо посмотреть. Нет. Ты чё? Вообще, прям жидкочайшая нет, представляете? Так, оклядь. Тоже нет. Так, через давай. Не-а. Я реально была уверена, что да, представляете, сегодня, получается, 12-й день после овуляции и вроде бы это такой крайний срок и для имплантации и в целом для всех процессов. Но, как я уже сказала, боли вчера были, никакого кровотечения, как в случае с рамой, например. Поэтому я делаю вывод, что, скорее всего, это начнутся месячные, пока они не начались. Так, ну что, результат у нас сегодня такой. Эти два сохраняю, эти два выбрасываю и увидимся завтра. Так, подружки, доброе утро. Я тихонько сегодня всё спят. Так, три. Три дня двумесячных. Эти два. На самом деле, я не сильно понимаю, зачем я вот эти делаю. Потому что этот тест, например, который, господи, экспресс-тест на беременность, он говорит о том, что он покажет в день задержки там или что-то такое. Ну, фаво этот максимум там два, один день до. Ну, ладно, мало ли, случится чудо. Ладно, пойдем делать тест. Пять минут прошло, переворачиваем. Так, это нет. Так, фаво-тест тоже вообще ничего. Окей. Всё с вами понятно. Так, троечка. Фаво. Нет. И последний наш лот. Клэр Боу. Тоже нет. Удивительно. Просто даже фонарем нечего светить. Короче, подруги, ну, что делать? В этом месяце похоже, что нет. Три дня у нас осталось, это да, но как-то нет у меня надежды, что что-то здесь поменяется. Ну, хорошо, всё, увидимся с вами завтра. Подружки, привет. И доброе утро. Сегодня у нас два дня. Два предполагаемых месячных. Хотя, на самом деле, возможно, сегодня день, деньмесячных. Просто потому что сегодня суббота, если помните, мой календарь отдавал мне два дня сереньких. Сейчас покажу. Но на самом деле, я бы сказала, что сегодня вполне возможно деньмесячных. Потому что, посмотрите, насколько длинный мой цикл. По крайней мере, по симптоматике моего организма, мне кажется, что так. Ну, ладно, давайте проверять, что там тесты говорят. Так, ну, давайте первый экспресс-тест на беременность, который нифига не показывает. Ну, или просто я не беременна. Я вот тут задалась вопросом, зачем делать упаковку 50 штук, если он показывает только задержки. Ну, то есть, ты должна что делать с этим 50, когда у тебя задержка уже есть? Явно у меня ее нет. Так, второй. Так, тут тоже. Ничего. Ну, и последнее ничего. Это, конечно же, клермо. Спасибо большое за внимание и сотрудничество. Ой, ну, давайте, ради приличия, посмотрим хоть на фонарик. Чтоб уж не совсем просто так все это было. Правда? Ты согласен со мной? Согласен. Подруги, доброе утро. Так, у нас с вами сегодня один день двумесячных, но в целом Фло все-таки, наверное, был прав. В том смысле, что запланировал месячные у меня, ну, как минимум, там на завтра, что предвидел, что они задержатся, потому что сегодня 34-й день цикла. Это прям очень длинный цикл для меня, даже для меня. Вот. И месячных как нет, так нет. Также иссякли мои запасы тестов. Я вчера зашла в аптеку. Естественно, таких же Клерблу, как у меня предыдущие, не было. Я взяла, какие были. И Фава у меня тоже последний остался. экспресс-тест я все-таки делать сегодня не буду, ну, нафиг. Что-то как-то, мне кажется, смысла нет, потому что, ну, вот просто нет. Давайте делать тест. Так, ну все, письмо прошло, смотрим. И снова жестко и нет. Да, господи, что вы такие-то? Прям вообще. Упрямые. Нет и нет, женщина, угомонись уже, нет. Я понял. Ладно, до завтра. Подруги, снова привет. Смотрю свой календарь. У нас с вами сегодня ровно 15 дней после моей овуляции и получается 34-й день цикла. Ну, или точнее сказать, на самом деле, первый день цикла, потому что сегодня торжественным образом у меня начались мои месячные. И делать очередной тест на беременность смысла никакого нет. Все 7 тестов, наверное, да, 7 тестов, которые мы сделали, они у нас очевидно негативные. И удивительным образом прогноз флоу в этот раз оказался, ну, очень даже аккуратным, потому что он предвидел, что мой цикл будет в этот раз очень длинным. И таким он и получился. 33 дня длился мой цикл и сегодня, как я уже сказала, у меня начались месячные. И все, начинается новый цикл. Что это означает? Означает, что четвертая наша попытка, она, к сожалению, не уменьшалась успехом, и мы не увидели нашего плюсика, мы не увидели нашей прогрессии второй полоски. И этим самым мы начинаем нашу пятую попытку забеременеть. Уже не помню, на самом деле, в каком выпуске я вам это говорила, но озвучивала, что даю нам, сарсам, 6 месяцев минимум для того, чтобы забеременеть. И если в течение 6 месяцев у нас ничего не получится, то я пойду к врачу. Некоторые в комментариях из моих подруг писали мне, да ладно, что там 6 месяцев, это фигня, можно пытаться 12, это нормальный срок. И в целом, действительно, я согласна, по статистике это абсолютно нормальный срок. И это то время, которое пары в целом могут себе отвести на успешное зачатие. Но здесь есть одна оговорочка, что 12 месяцев это вот нормальный срок для девушек и женщин до 35. Если девушка или женщина после 35, ровно как я, сейчас мне 36, то этот срок уменьшается ровно в 2 раза. То есть у нас не год, а 6 месяцев. И я вот тут сижу, сейчас и думаю, а почему нам, собственно, ждать эти 6 месяцев, чего нам тратить время. Я думаю, и мне, и вам очень быстро наскучат пялиться на негативные тесты, поэтому я решила ситуацию убрать свои руки и записалась на прием к гинекологу. То есть это первый шаг, который я решила в новом цикле предпринять. Буквально через несколько дней я пойду к гинекологу и мы сможем как минимум посмотреть, что у нас там происходит, как созревают мои фолликулы, готова ли моя система в принципе к новому возможному зачатию. И в целом будем смотреть, что мне гинеколог скажет. И также я с ней хочу обсудить, какой план действий нам лучше применить в новом цикле. В целом уже 4 попытки у нас были. 3 подряд, если вспомните, одна попытка у нас была в июне, то есть мы как раз с Рэмом уехали на лето в Ригу и там я делала свой тест на беременность. Это первая попытка была и 3 сейчас, сентябрь, октябрь, ноябрь. Ну и вот декабрь у нас будет пятая попытка. И мы посмотрим, может быть она даст мне какой-то свой паттерн или какие-то свои трюки расскажет, поскольку я знаю, что мой гинеколог, она имеет успех с девушками, у которых не получается забеременеть. И в кругу моих знакомых есть подруги, которые под ее руководством как раз таки беременели. Это отнюдь не означает, что есть какие-то проблемы с фертильностью, со здоровьем и так далее, отнюдь нет. Но она имеет большой-большой опыт и она в общем может помочь в конкретном цикле скорректировать весь план таким образом, чтобы иметь наиболее высокий шанс зачать ребенка, ну и собственно забеременеть. Так что в следующем выпуске я расскажу вам, как прошла наша встреча, есть ли какой-то диагноз или этого диагноза нет и все в порядке и какой план мы будем применять в новом цикле. Еще лично для меня такая приятная мелочь, которую все-таки я для себя позволила. Арс об этом не знает, но вам расскажу. Я уверена, что эти влоги он не смотрит, потому что в тему беременности и всего этого планирования тестов овуляции и так далее он вообще не вникает. То есть это все происходит где-то от него. Я только ему сообщаю о том, когда мы встречаемся. Так вот, как только пошли мои месячные, я сразу отправилась на iHerb и заказала тесты на беременность, которые называются First Response или Первый ответ. По-моему, это американские, если я не ошибаюсь, тесты на беременность, но по крайней мере в Америке это считаются тесты номер один. То есть это такие, знаете, заветные розовые тесты, которые, мне кажется, все мамочки, ютуберы, блогеры, они вот прям мечтают получить свой вот такой большой-большой плюс именно как раз-таки на этих тестах. У них есть также и цифровые, и обычные. Ну, в общем, я взяла обычные. Они очень чувствительные, и они по всем исследованиям результат показывают на 5 дней раньше, чем другие тесты. То есть они 5 дней до месячных показывают, могут показать позитивный результат, и за 6 дней до задержки. Ну, то есть в целом это, грубо говоря, 5 дней до предполагаемой даты начала следующих месячных. Так вот, я на Ахербе заказала, заказала, по-моему, 4 упаковки, в одной упаковке 2 теста. Ну, вот так, чтобы наверняка. Обошлось мне это все дело 40 евро вместе с доставкой. И вот именно по этой причине лучше Арсу не знать, что я их заказала и сколько они стоят. Но в целом, ладно, мать развлекается как может. Я дико-дико хотела эти тесты. И в прошлый раз я сказала, что я их не заказывала, потому что доставка Ахерб, она просто нереальная. Ну, то есть я бы там опоздала все даты уже, когда можно делать тест в предыдущем цикле, и не хотела заранее заказывать, потому что, ну, априори ты так уже настраиваешься, что у тебя ничего не получится, и ты будешь использовать эти классные тесты. В этот раз доставка, она до сих пор очень-очень длинная, но у меня есть шанс, что если все приедет вот прям в крайний, самый быстрый срок, тогда я эти тесты получу за 5 дней, ровно за 5 дней до предполагаемой даты начала месячных. И вот как раз-таки тогда я буду для вас писать выпуск, это уже будет в отпуске, но все равно этот выпуск я буду для вас писать, и мы будем делать эти тесты, если повезет, за 5 дней, если не повезет. Но я в общем буду смотреть по дате доставки, и там уже буду ориентироваться. В худшем случае ну уж ничего, буду покупать свои привычные Clear Blue, и дальше уже там смотреть, как дело это пойдет. Но держим кулаки, и будем надеяться, что нас не только в этом цикле посетит удача, и у нас будет позитивный результат, но и также этот позитивный результат мы увидим на этих красивых розовых тестах. А вам, подруге, хочу сказать огромное-огромное спасибо за вашу вовлеченность. Я уже сто раз убеждалась, что вы у меня самая крутая аудитория, и действительно вы вовлекаетесь очень-очень-очень во все мои процессы. Все равно меня посетило большое-большое удивление, приятное удивление тому, насколько вы следите за процессом, насколько вы отслеживаете. Некоторые подруги, включая детективов, выпуск наш новогодний, где я показывала домашний декор на Новый год и подарки. В этом выпуске я надела свитер, в котором я объявляла первую мою беременность. И, конечно же, некоторые из вас это заметили и писали «Господи, Господи, он надел этот свитер!» И да, с вами я согласна. Каждый раз, когда я надеваю этот свитер, я все думаю, все, приноси мне удачу, ты будешь моим удачным свитером, в котором я и в следующий раз объявлю о том, что я беременна. И, конечно же, вы это тоже замечаете, это очень-очень круто. И вместе с этим, конечно же, вы за меня переживаете. Я знаю, что и в этот раз, не увидев позитивный результат, вы будете переживать. Но я очень-очень прошу вас, пожалуйста, не переживайте, посмотрите на мою улыбку и знайте, что я окей. То есть у меня нет слез, у меня нет никакой трагедии, у меня нет никаких переживаний, и я абсолютно позитивно настроена на следующий цикл. Я не зря начала писать эти видеоролики и не зря вам говорила о том, что хочу вместе с вами проходить этот процесс, но буду его проходить исключительно, если мне это будет комфортно, если меня не посетит какое-то огромное расстройство по поводу того, что, например, не получается. И до того момента, когда я буду понимать, что да, мне окей, я не переживаю, я готова делиться, мне это не доставляет абсолютно никаких страданий, я буду записывать эти видеоролики. Поэтому, во-первых, вы свободно можете задавать все ваши вопросы, которые у вас на эту тему есть, абсолютно свободно, и в то же самое время, пожалуйста, уж очень сильно не включайтесь в расстройство, если у нас негативный результат. Знайте, что мы на полном позитиве, мы идем вперед, и мы очень круто настроены на следующий цикл. Но в любом случае, говорю вам огромное-огромное спасибо, вы для меня являетесь большой поддержкой и вдохновляете меня идти дальше и не расстраиваться. Так что за это вам отдельное спасибо. Все, на сегодня с вами прощаюсь. В следующем видеоролике, как я сказала, буду давать вам отчет того, что мне сказала доктор и все ли у нас в порядке. Держим кулаки и надеемся, что все у нас будет хорошо. Желаю вам доброго новогоднего настроения и увидимся с вами в следующем видеоролике. На сегодня это все. Пока!